Стрелковый дневник Рановато мне еще Но брифинги выложены были два дня назад И я решил попробовать показать вам тренировку большого снайпинга с малокалиберной винтовкой Что я сделал? Я экстраполировал данные с большого калибра на мелкашку Максимальная дистанция там 1200 метров Она примерно сравнима со стрельбой с малокалиберной винтовки на 300 метров Поэтому за дальнюю дистанцию я взял 300 метровую дистанцию Единственное, сейчас я буду отстреливать эти упражнения по блокам То есть по модулям Модуль 1, модуль 2, модуль 3 Вот так мне будет проще с этим разобраться Но я решил смонтировать видео, полностью посвященное вот этой тренировке То есть все упражнения будут по порядку идти Потом я их просто нарежу и немножко прокомментирую Посчитаем результаты, посмотрим, что у нас получится И прям сравним с большим снайпингом Имеет место быть или нет Единственное, в модуле точность Я, ну, поправки делал не такие, как стики у меня То есть там на 200 метров 0,5 мрада На 301,3 Это получается слишком близко То есть мишени прям крочечные надо будет тогда делать Я решил сделать дистанции 50, 75 и 100 метров Для модуля точность бумажных Мишени я уменьшил в 2 раза И, соответственно, их развесил Надо сказать, что это сложно То есть мне пришлось прям попотеть конкретно И у меня даже есть 0 за упражнение Это несмотря на то, что у нас это вроде бы маленькие дистанции Сейчас ветер, он где-то с 2 часов Вот в этом направлении дует на меня сейчас Вон моя директриса стрельбы То есть с 2 часов у меня сдувает влево Где-то на 3 клика И на 2 клика вверх опять Стреляю той же партии, которую стрелял с треноги Это не мои основные патроны Просто расстреливаю остатки, развлекаюсь Вот сейчас у меня дистанция здесь 50 метров 75 и 100 Но на 100 метров там одна только бумажка То есть бумажные мишени из мелкашки Прецизионно на 100 метров стрелять очень сложно Даже сматчивая Поэтому у меня основные дистанции это 50-75 метров Я сейчас в этом видео покажу чисто технические моменты Что мне нужно для того, чтобы все это осуществить А сейчас я стреляю, как я уже сказал, модуль точность Это бумага Мне понадобится коврик стрелковый Ну это мы сейчас туда подойдем Три подмешенника Вот подмешенник на 50 метров У меня секторная мишень так называемая Здесь у меня упражнение Эйнштейн Смайломания Смайломанию я выполнил То есть попал в маленький круг Но самый маленький не стал стрелять Сложно С учетом этого ветра Вот пристрелка у меня То есть стрелился сюда Вот пристрелился Сперва вертикали вывел Потом горизонт Упражнение Эйнштейн Мне далось со второго раза только К сожалению С первого раза Я даже посчитать это не смог и найти Надо с собой легенду иметь Все вот эти цифры Чтобы были перед глазами А потом их уже искать Потому что в прицел Хоть он и позволяет все это видеть Сложно Даже на 50 метров Это сложно Потому что в два раза уменьшил Так, вот у нас 50 метров Дальше у нас 75 метров И на 100 метров У нас только табличка Цветная Из упражнения Светофор Бумажные мишени Я там делать не стал То есть нам нужно Три подмишенника То же самое можно Для того, чтобы они стояли сразу На всех дистанциях Чтобы не переключаться Для железных упражнений Нужны будут стойки для гонгов Гонги будут использоваться От 20-ки до 4-х сантиметров По-моему у меня есть и 5 сантиметров Если будет 5 сантиметров Значит минимальный будет пятачок Вот Так Здесь есть у меня попадание Я не видел его Соответственно Тоже надо будет Упражнение компоновать так Чтобы минимально Переставлять гонги Я пока По гонгам не знаю Надо будет план себе сделать Как их расставлять Потому что там будет у меня И 300 метров Но его надо будет туда поставить И больше его не трогать То есть мне как минимум Еще нужно будет Несколько стоек для гонгов сделать То есть мне требуется Еще подготовка Сейчас у меня есть Две стойки для гонгов И секторная мишень Этого мало Я хочу вот здесь вот сделать Ну просверлить отверстия В косынках в этих И вот Еще один гонг сюда повесить Пятерку там Или семь с половиной То есть вот еще будет стойка для гонга Можно кстати прострелить Из большого калибра Вон отверстие Это от шестерки кстати То есть вполне себе Ну а по Железным упражнениям Будет отдельное видео Тоже с такого же Технического плана Сейчас идем на 100 метров Смотрим Вот И я покажу Какое в принципе оборудование Я стреляю сейчас один Понятно что нужен таймер Вот он у меня есть И я буду запускать Тайминг еще Во время Монтажа Так Соточка у меня поражена Отлично То есть у меня 75 Получается не поражена Какая-то фигня С дистанцией 75 метров У меня поправки Не совпали с расчетными То есть 100 и 50 у меня работает На 75 метров У меня почему-то Занижение идет Где-то на Один А то и два клика Либо дистанцию Неправильно отмерил Что кстати надо перепроверить Она наверное чуть дальше Либо какие-то другие Затыки Как я уже сказал Все будет смонтировано В один фильм Посвященный тренировке Снайпинга С МК Винтовкой И Вот этот план Действий Который я для себя Разработал Его можно кстати Вполне Использовать Для проведения Соревнований по МК Снайпингу Да-да У меня есть уже такая мысль Сейчас я откатаю Вот эти упражнения Посмотрю сколько Чего мне понадобится Для установки Гонгов Составлю карту Гонгов Все это вам покажу Чтобы вот можно было Сразу расставиться И начать работать Три подмешенника Для бумаги нужно Одновременно Можно запускать Двух стрелков Которые стреляют Разные упражнения Можно наверное даже И трех Попробовать запустить Формата А3 Вот эти таблички Позволяют То есть я Откатываю И обдумываю Проведение Даже МК снайпинга Ну давайте Пойдем К машине Все соберем И там я уже Расскажу Что-то как Так Ну какое оборудование Я использую Коврик Мешки Сошки Штатив Для фотоаппарата Кстати покажу Сейчас интересно Вам лайфхак Высмотрел я эту тему На соревнованиях У самого мозгов Не хватило Сейчас покажу Офигеете Вот такая штука Для дальномера То есть штативная площадка На которую закреплено Кольцо От оптики И лента В моем случае Это от какого-то крепления Гоупро Которое вот прикручено Сюда И на липучке Закрывается Сейчас мне подпрыгнуть Конечно нужно Но все это дело Даже паук У меня тут Нарисовался Все это дело Надо чуть ниже опустить На уровень глаз Чтобы было И дальномером Замерять Дистанции По поводу замера Дальномером Вот этим У меня Атлон Мидос Сейчас он где-то 60 тысяч Стоит Хороший дальномер Но у меня не получается В условиях соревнований Замерять гонги Дальше 800 метров Которые висят в воздухе Хотя этот дальномер Мной прострелился До Ну 1600 метров Он спокойно Замеряет По автомобилю По Холмам Каким-то То есть работать им можно При использовании Вот такой приблуды Я думаю Эту дистанцию Можно будет увеличить Вообще Конечно По поводу дальномера Надо бинокли Бинокли Зигзавр Серии Кило Они начинаются От 100 И заканчиваются 300 тысячами В принципе Кило 3000 Который стоит 100 тысяч Хватит Но Есть нюансы Как говорится Почему бинокль Его Более устойчиво Можно расположить И у него Луч лазера Более тонкий Как я понял И он эти гонги Замеряет Без проблем Но вот Вот такую штуку Можно носить с собой На соревнования Вместо зрительной трубы Для того Чтобы познакомиться С обстановкой По поводу Дальномера И вот этой приблуды Всем хороша Шаровая голова Вот эта с чашей Когда мы стреляем С треноги С винтовки Но Для наведения Дальномера На цель Она слишком Грубая И скорее всего Сюда надо Ставить обычную Видеоголову С рычагом Чтобы наводить Дальномер Было удобнее Но Об этом тоже Скажу Но сам факт Что вот Пожалуйста Можно зафиксироваться И работать С дальномера С треноги Намного лучше Будет Жесткость Сразу Я на каждое соревнование С собой беру Эту треногу Но по треногам Будет Видео Долгожданное Которое Я все никак Не вымочаю Так У меня уже Заканчивается Аккумулятор Так По подмышенникам Сказал Это сказал И вот Модуль на точность Я сегодня Отстрелял Здесь были Опять охотнички Которые Стреляют Два выстрела Потом идут Смотрят Это очень сильно Утомляет Но это Данность Сейчас сезон Охоты идет Поэтому Здесь они будут Постоянно Погодка Сегодня хорошая Наслаждаюсь Процессом Насчет Стрельбы по железу Вряд ли я Завтра Успею И подготовить Матбазу И отстреляться Скорее всего Это будет В течение Следующей недели Поэтому Ролик Будет не скоро Не ждите его Не требушите Я Спокойно Смонтирую Сниму его И Вам все покажу Ну Небольшую зарисовочку Давайте Из сегодняшней Тренировки Вам покажу Что-нибудь такое Наиболее удачное Чтоб было интересно Что вы увидите В полном Ролике Так Последнее упражнение Круги Как-то они там Сейчас скажу Как называются Диаметры Называется Так Тоже 120 секунд Три ряда Надо выбрать Но я буду Вверх не стрелять Сдувает Здорово Поэтому Так Запись Пошла Ну Уже Зашло СТП Ушло Четвертый Стрельно Уже Не зачет Два Два Такого Диаметра Один Этот В этот Стрелять Не стал И самый маленький Нереально попасть У меня Кстати Супруга С сыном Набрали Целую кучу Грибов Вот сейчас Несут по моему Грузди Набрали Опят Тут Очень Много Грибов Поэтому Охота У нас Не только По железу И бумаге Но и Тихая На грибочке Вот такая Вот тихая Охота